Пайетки пришиты в форме цветочка, а внутри как раз-таки тоже цветочек. Я считаю, это очень милая работа. Вторая это кнопочка YouTube, она маленькая и она уже набитая внутри, то есть она объемная. Эта кнопочка была сделана моей сестрой, Катей Майн. Да, кнопочка очень классная, как по мне. Следующее, о чем я хочу рассказать, это вот такая вот птичка. Я ее сделала в третьем классе. Это у нас был урок труда. И мы шили все вот таких вот милых птичек. Потом я ее решила украсить бантиком на голове. Получился как милый хохолок. Сделана она частично из салфетки, то есть только не бумажной, а тканевой. Вот эта птичка, она тоже сделана не мной, а моей сестрой Катей. По-моему, это очень милая птичка, если не считать того, что шито в некоторых местах не очень. Но это тоже работа не моя, а Катя. Катя любит сов, поэтому вот такая милая у нас есть сова. А это слоник. Да, он необычный, он синий, но он такой милашка и такой мягкий. Он, кстати, двухсторонний, то есть все как надо, с носиком. Еще хочу вам показать две работы моей сестры Кати. Это вот такой вот милый маленький единорожек с маленькими крылышками и небольшим рогом. И к нему вот такой милый пончик. А единорог может быть в пончике, как будто кататься на качелях. Вот так. Катя у нас молодец, изобретательна. А это подкова. Подкова на счастье. Я ее делала как-то перед Новым годом. Правда, не в этом году, а довольно-таки давно. Вот. Она украшена несколькими цветочками и бисером. Это сова. Тоже работа Кати. Вот интересная штучка. Сделала она ее на кружке в то же время, как я сделала вот эту мышку. То есть они сделаны были в один день. Из одного фетра основной цвет. У этой мышки на хвостике есть бисер. И он не закреплен, и его можно двигать. То есть вот так. Как будто какие-то бусики. Мышка украшена различными швами. То есть и они все разнообразные. И получилось очень-очень мило и красиво. Усики тоже есть. Ну, а вот такое милое... Что это у нас? Это лисенок. Лиса сделана была тоже из фетра. И на ней есть вот такая вот милая юбочка. Эта юбка сделана не из фетра, а связана на крючке. Да, я ее вязала. Мы как-то учились в школе вязать. И вот такую штучку я смогла связать. По-моему, она отлично подходит лисе, как юбка. И по цвету, и по размеру. А вы что скажете? Напишите в комментариях, пожалуйста. Следующая, это, я думаю, наверное, одна из, наверное, почти самая моя старая работа. Это два котика. Девочка и мальчик. Сначала я хотела сделать вот так. Хвостики, чтобы и у них были скрещены. Однако потом поняла, что будет очень сложно вырезать и сшить. Поэтому сделала вот так. Да, у девочки есть юбочка, а у мальчика галстук. Ну, по крайней мере, я старалась. А это свинка. Свинка сделана голова из одного фетра, а туловище из другого. Голова из фетра с блесточками. Я надеюсь, это видно. Ну, и, конечно же, большой бант. Праздничная свинка. Также есть сережки на ней. И петелечка, чтобы можно было ее на что-нибудь повесить. В хорошем, конечно же, смысле. Ну, а это коник. Он сделан из фетра. И пришита вот такая вот тесьма или же лента. Закреплена еще и цветочком. Глазик, конечно, нарисован. Не бисером, но тоже довольно-таки мило. А это работа одна из моих любимых. Это вот такой вот леденец, точнее, конфетка. Сделана из розового бисера. И вот такая вот, как прожилочка другого цвета. Внизу также представлена деревянная ножка, которая, кстати, очень хорошо зафиксирована. И ее сложно будет оторвать. Вот. Также эту конфетку можно использовать как брелочек на портфель, на ключи. Не знаю, на пенал, куда угодно. А вот это единорожек. Вы его узнаете? Да. Я уже рассказывала про него в начале видео. Вот про такого же. Только эту же попадобию я решила сделать сама. У моего более длинный рог. И я его добавила блесточек к ветру. На самом верху рога стоит блесточка. И на другой стороне тоже. Гриба ушита различными бисером двух цветов. Розовый и желтый. А это мороженое. Очень тоже милое. Сделано из двух цветов. Кстати, очень мило, как по мне, оформлен рожок. Кавайное мороженое. Я уже такое рисовала, только оно было у меня трехслойным. На обратной стороне оно просто чистое. А тут глазки, щечки, ротик, стеклярусы. И сделано что-то в форме рожка. По-моему, очень классно. А вот эта работа была сделана к Пасхе. Просто обычное яйцо, из которого вылазит цыпленок. Он такой маленький и милый. Да, это была работа к Пасхе. Вот так вот сделано это яйцо. То есть двойное. И потом просто было разрезано. Очень милый сюрприз к Пасхе. Да, можно расшить различными блесточками, ленточками. Ну, это уже тоже по желанию. Вот. Такой хорошенький цыпленочек. А следующая работа. Это вот такая вот овечка. Она тоже сделана из ветра в блестках. А ручки и ножки у нее из обычного шнурка. На шее у нее такое красивое украшение, как бусы. Да, с обратной стороны руки я не пришила внутрь. Поэтому получилось не очень. А это снежинка. Она, между прочим, самая плотная. В ней очень много набито фейбертека. Вот. Я делала плотную 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 плотную. Она расшита фиолетовым бисером и фиолетовая ленточка. Бисер сделан тоже непросто. А все было подобрано. И в середине красивая тоже блестка, которую я смогла пришить. А это птичка. Птичка у меня кругленькая. И хвостик и клюв у нее из бисера, ой, простите, из фетра в блестке, однако я решила еще сверху покрыть ее лаком, чтобы блестело лучше. Ну а сама на ощупь птичка очень мягкая, а ножки у нее из шнурочков. Вот такое вот чудо есть. А это моя работа тоже. Все тут работы мои, за исключением некоторых. Это буковка Т. Буковка Т, как первая буква моего имени Татьяна. Она сделана из фетра и очень мило, по-моему, украшена различными бисерами и так далее. Ну а это вообще прекрасная работа, как по мне, это сердце. Оно расшито и фигурками маленькими из фетра, и бисером, и бантиком. А на обратной стороне написано мое имя Таня. По мне это одна из самых-самых лучших и красивых работ. Вот. Она символизирует любовь, сердечко. Очень красиво. Ну, по крайней мере, я так считаю. Итак, а это не просто цветочки, это две броши. Это, да, это две брошки с обратной стороны, как вы видите, на горячий пистыглей приклеена обычная булавка. И можно фиксировать на одежде или рюкзаке, или где-нибудь. И это очень мило. Такие две хорошенькие брошки. Кстати, эта брошка сделана из фетра в блестке, как можно уже заметить. Я носила и ту, и ту брошь. А какая вам нравится больше? Ну что ж. Вот так у нас... Вот такое видео сейчас у меня получилось. Я хочу вам сейчас показать моих любимых, самых красивых, как по мне, изделий. Это птичка, сердечко, про которое я уже говорила, буковка Т, вот этот вот милый пончик, вот. И, конечно же, сердечко, да. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Пишите в комментариях, какая, на ваш взгляд, из этих работ была лучше всех. Но мы с вами скоро увидимся. До скорой встречи.